всем привет спасибо что заглянули на ночную обжираловку по крайней мере я сижу ночью не знаю когда я вам это загружу приготовила сама вот такие вот оладьи получилось очень вкусно подумала что все равно на канале ни разу не было оладьев были блины было что-то другое по оладьев не было нарезала себе тот самый банан спелый переспелая нутелло у меня и чай и какао давайте приступим заметил что в комментариях некоторые спрашивают о том как упала соним почему так произошло многие наверное пропустили кто самый ролик где я рассказываю про этом соня это кошечка моего двойного брата как она упала дело в том что у них дома такой проект получается их балкон и балкон их соседей очень близко дело в том что это кошечка постоянно перелазила на балкон соседей я просто не могу представить прикиньте я сосед я например ненавижу животных и тут я захожу к себе в гостиную вижу там кошку откуда он там появилась на восьмом этаже непонятно в общем она время от времени перелазила многие говорят вот безответственно и так далее но вы знаете у меня кот сидит около двери на балкон и мяукает в течение не знает где-то часа ты открываешь дверь на балкон он выходит ничего не делать просто дышит свежим воздухом то ли запретный плод сладок не понимаю в чем суть но мой просто обожает выходить на балкон не заранее извиняюсь за эти песни у нас просто под домом огромный ресторан просто на свежем воздухе и там всегда живая музыка и причем это живая музыка настолько громко я представляю что делают те люди которые сидят в этих ресторанах то есть такое ощущение вот у меня закрыто окно мне такое ощущение что она поет у меня в комнате очень удобно причем это продолжается где-то до 11 один раз это было до 12 я позвонил уже в специальные органы и пожаловалась вроде заткнулись теперь ровно в 11 они как бы завершают но у меня например бабушка пожилой человек ей хочется 8 в 9 лечь спать это просто нереально я никогда не сидела в этом ресторане я просто представляю насколько это громко вообще не люблю шумные места такие как hard rock очень не люблю я люблю когда ты идешь в заведение поболтать что вы с подругой друг друга слышали они орали друг другу там не знаю на ухо какие оладьи получились обалденно рецепт нашла ю тубе как я готовлю вам показывал во влоге не знаю вставлю возможно чем вырежу этот момент посмотрим как там получилось мы когда эту квартиру подбирали мы подбирали летом я помню мы хотели посмотреть прийти вечером хозяин квартиры сказал что нет вечером у меня не получается могу только днем конечно возможно это совпадение но возможно как раз таки из-за этого ресторана он не позвал нас вечером потому что мы покупали квартиру именно летом и вот как раз таки летом они поют вечером возможно он боялся что услышал вот это мы не захотим покупать квартиру ну ничего попались уже иногда у меня обалденное настроение да а там какая-то лирическая песня я-то ладно когда вот эта лирическая песня у меня бабушка обожает открывать окно свежий воздух и все дела какая-то супер пессимистичная песня смотрю сидит бабушка расстроенная я говорю что случилось бабушка она говорит что у меня за жизнь я говорю ты прожила 90 лет ты не ломала себе ни руку ни ногу у тебя не было серьезных заболеваний тебе никогда не делали ни одну операцию у тебя был муж учит детей я всегда вот это вот перечисляю бабушки говорю ни один твой ребенок не сидел в тюрьме у тебя куча внуков у тебя нету ни одного ребенка который остался например без детей живешь говорю как королева у нас дома я тебя всем обеспечиваю короче все плюсы и наяриваю она такая слушай это говорит права все прекрасно так как папа последние два года не приезжает а пожилые люди как ну как дети так скажем бабушка иногда очень переживает из-за этого момента я говорю зато мы рядом то есть моя мама я она всегда задумывается о том что вот я умру мои сыновья не будут рядом со мной еще это лирическая песня вообще бабушке прям настроение портится она вспоминает все свои неудачи которые были в жизни она вспоминает что она хотела отучиться на врача или на педагога не дали в последнее время начала я включать очень крутые фильмы на лизгинском языке нас смотрит радуется у меня есть куча недостатков но самая главная хорошая черта которая мне нравится во мне это то что я смотрю на мир очень оптимистично даже в тех моментах когда нужно не настолько радоваться я все равно ищу какие-то хорошие моменты во всем жизнь она коротка и она не стоит того чтобы мы с вами сидели переживали расстраивались пофиг закончили мы стоим с мамой и думаем блин этот ресторан уже достал хоть бы закрылся хоть бы клиентов не было а у него столько клиентов хотя там знаете все и не люкс такое ощущение что сидишь у себя во дворе я люблю когда столики какие-то такие аккуратные все как-то элитно я люблю красиво а здесь не такое ощущение что ты просто сидишь под деревом где-то у себя в деревне несмотря на это много людей приезжает сидят там в ресторане с семьей некоторые даже выпускные проводят в России вроде уже во всем последние звонки у нас насколько я знаю нет у нас чуть позже потому что в школу у нас тоже идут 15 сентября не первого божественно вкусно реально очень если хотите если вам интересно как-то во влоге я вам могу показать рецепт в принципе ничего особенного я сама тоже в ютубе нашла ютуб это офигенная площадка я помню в детстве мама вставала в 8 утра была какая-то передача доброе утро и там были рецепты мама сидела с этим блокнотом записывала быстро-быстро-быстро не успевала ой говорит я опять не успела записать потом переживала ходила другая родственница покупала целые книги платила за это деньги чтобы узнать новые рецепты а у нас сейчас все это в свободном доступе и до хрена всего я на самом деле наелась уже вечер сильно обжираться тоже не буду всех люблю целую спасибо что досмотрели это видео до конца а с вами Блайка Эмили не забывайте подписываться всем пока пока Продолжение следует...